Доброе утро, мои хорошие! Только что проснулась, время 8 часов утра, разбудила меня мама, сказала, что поздравляю Айка, у нас испортился холодильник. Естественно, это не может не радовать. Я планировала купить холодильник где-то через 2 месяца, чисто по финансовым расчетам, если честно, потому что я сейчас делаю как бы ремонт в квартире, покупаю туда мебель и все дела, это тоже бьет по бюджету, но да ладно, не буду жаловаться и ныть. В общем, сегодня нужно поехать и выбрать холодильник. Мама хочет сразу взять хороший, большой, чтобы уж надолго, потому что прошлый холодильник нам служил 20 чем-то лет. Прикиньте, 20 лет! Я вот сколько себя не помню, вот я всю жизнь был этот холодильник. Он прослужил нам очень долго и теперь мы смело можем его продать на металлолом. Надеюсь, что его у нас купят. А еще вдобавок ко всем проблемам, этот дурачок сегодня ночью вырвал. Утром я это обнаружила. День просто такой кайфовый! Ужас! Надо его тоже к ветеринару. Не снимай, не снимай! Отведем тебя к ветеринару, которого ты ненавидишь. Придется! А что тогда ты вырываешь, а? Зайка! Придется! Придется! БОЙЧЕМ! ОБОШЛИ все магазины и в конце мы поехали в самый большой Браво. Тут, кстати, есть и техника. И она стоит дешевле, чем везде. Вот сравнить любые цены в других магазинах дешевле всего в Браво. Это я вам говорю не потому, что мне заплатили за рекламу, а просто я обошла все магазины, потратила кучу времени. чтобы вы не тратили это время я вам рекомендую сразу пойти в браво в браво кстати увидела мечту своего детства правда здесь сидит мишка и вообще здесь исполнение не очень качественная но такую штуку я всегда мечтала иметь во дворе когда у меня был частный дом а сейчас есть возможность но нету частного дома еще одна моя мечта я ненавижу гладите всегда хочу купить обязательно со следующей зарплаты себе возьму вот такая вот штука и не знаю как она правильно называется в общем чтобы гладить в вертикальном положении так скажем два варианта здесь есть розовый прям мне в душу залез так скажем вот теперь возвращаемся к холодильникам на самом деле как я ходить по всем магазинам нету смысла лучше всего зайти в интернет у всех этих магазинов техники есть свои сайты где вы в открытом доступе можете посмотреть расценки на все модели поэтому ходить тут совершенно не нужно просто пустая трата времени и сил мне понравился вот этот вариант холодильника было три цвета вот такой вот желтенький или как сказать слоновая кость скорее белый и черный долго топтались на месте не знали какой выбрать на самом деле нам понравился черный но он был чуток подороже чем серый хотя это одна и та же модель поэтому долго сомневались в конце я решила взять черный как только мы взяли мама побежала в раздел для животных и купила кучу кормов для твикса я была в шоке не узнаю мамочку не она ли тот человек который не хотел выбрать домой но все я уже дома правда выжата как лимон но самое главное проблему мы решили обошли 8 магазинов техники оказывается выбрать что-то тоже нелегко хорошо что поблизости были все эти магазины я маме сразу сказала что не смотри на цену выбирай то что тебе нравится пусть будет большой пусть будет двухдверный я маме предлагала взять именно двухдверный но мама сказала что не хочет это безумно неудобно просто хочет один большой и чтобы была очень большая морозильная камера к сожалению таких вариантов было мало в основном все стандартные и даже то что мы взяли там тоже не огромная морозилка но несмотря на это холодильник все-таки большой и все там поместится я маме сказала если ты хочешь большую морозильную камеру там были варианты просто большой холодильник и весь он морозилка я говорю если что можем взять такой вариант вот так что выбрали и сказали нам к сожалению что в течение трех пяти дней сделают доставку это для нас если честно очень долго но у них к сожалению нет экспресс доставки я знаю что в других магазинах есть эта услуга экспресс доставка то есть в дни очереди тебе доставляют но ты переплачиваешь по моему 20 монат ну или чуток побольше здесь к сожалению этого не было поэтому нам придется ждать пять дней сказали 35 но я уверена что все пять мы будем ждать потому что сейчас сезон кондиционеров и в такие моменты в магазинах техники с доставкой просто беда я сама работала помощником директора в одном из таких больших магазинов трехэтажных и люди приходили со мной ругаться что вот вы сказали через три дня товар будет у меня где я уже жду пятый день ему постоянно ругали с ними звонили на склад и так далее поэтому придется просто ждать и пока что покупать продукты которые не очень сильно быстро портятся снимать мукбанки у меня нету настроя поэтому будем делать сегодня коррекцию этот френч проносился достаточно хорошо улыбка мне нравится очень комфортно мне было ходить с этими ноготочками я прям гордилась ими постоянно смотрела и кайфовала потратила очень много времени в прошлый раз но сейчас уже я уезжаю в деревню поэтому наверное буду делать какой-то однотонный цвет чтобы смотрелось аккуратненько непонятно когда приеду поэтому надо как-то оперативно все это сделать и если успеющие педикюр тебе сделаю забабахаю по дороге домой заглянула в магазин и купила вот такие розовые вешалки очень красивые гармоничные я их хотела именно для своей квартиры но сейчас я понимаю что мой шкаф просто кричит айка купи нормальные новые вешалки и желательно одинаковые посмотрите на эту вешалку ну как вам дохрена место занимает они скорее всего для костюмчиков или папа покупал какие-то костюмы в подарок давалась вешалка не знаю откуда но вот например платье у меня висит как раз таки на такой вешалке это очень много места в шкафу занимает а вещи у меня дофига еще я заказываю новые поэтому с местом у меня вообще беда с этим надо как-то бороться здесь меня зимние вещи например их я не трогаю и летних вещей конкретно у меня в этом сезоне добавилось а старые вещи никому не отдала просто вот так вот висят и занимают место и вот тот самый стол на котором я снимала для вас мог банки где-то год вот вы его наверно помните я просто заклеила его мусорными пакетами специально чтобы при транспортировке ничего не поцарапалось сначала хотела обернуть пищевой пленкой потом подумала что вот так будет более надежно притащила все свои атрибуты все что нужно кисточки пилочки салфеточки все все и это цвета и самое сложное сейчас выбрать цвет даже не знаю какой сделать хочу что-то нежненькое в то же время думаю для деревни когда я буду собирать орешки копаться в земле наверное какой-то нюд будет немного не в тему хотя фиг знает вот кто бы что не говорил я обожаю делать себе ноготочки это просто моя любовь моя отдушина я сижу творю и последнее время я почему-то делаю просто однотон и ничего не придумываю сегодня мне хочется сделать что-то сложное возможно получится не очень хорошо когда я френч рисовала я тоже боялась что улыбка получится какой-то кривой но по мне нормально так что сегодня тоже будем экспериментировать и с цветами и дизайном и самое главное в моей работе включить кондиционер вот я не понимаю как я раньше жила без кондиционера как будто всю жизнь с детства прям с пеленок жила с кондиционером ставлю 27 для меня идеальная температура в комнате сложный выбор не знаю сделать миндаль или квадрат возможно мягкий квадрат сделать вот думаю покрытие уже сняла а чтобы мне хорошо думалось я нарезала себе грушу настолько сочная груша просто вау мама купила килограмм и так как у нас уже холодильника нету надо быстрее хомячить чтобы не сгнило но ничего в этом деле я мастер покажу вам промежуточный результат кутикулу еще обязательно надо обрабатывать просто хочу вам показать блики люблю когда вот такие блики красота короче один ногти я сделала цвет такой нежный получился вроде как меня он полностью устраивает наверное буду делать все ногти вот такого цвета на один хочу сделать слайдер и возможно на один стразы приклею я же не люблю минимализм люблю как это как в двухтысячные делали маникюр нет в 2010 делали маникюрчики я так люблю и вот такая нежнятина у меня получилось знаете какой красивый цвет но просто вау как раз для деревни мам огород копать очень нежно на лето самое то я совсем забыла что у есть такой красивый нежно-фиолетовый цвет правда левая рука получилась чуть похуже то есть правая рука получилась чуть хуже потому что левый делать неудобно но в любом случае ходить так можно мне нравится захожу я значит чисто случайно на кухню и вижу вот эту вот картину у меня остались роллы блин хотя несмотря на то что время уже 11 я должна их схомячить но просто по-другому невозможно а еще здесь вот такие вот вкусняшки у нас кстати еще нету холодильника я вам говорила уже так что надо съесть несмотря на то что уже время 11 я конечно не в супер крутом виде еще на фоне играет музыка смотрите чё я нашла это имбирь соевый соус у меня есть есть водичка я решила прям кушать с вами хочу мы с вами люди не чужие чё вместе не похомячись приступим прям настроение у меня поднялось я когда кушаю что-то вкусное сегодня в инстаграм выложила видео из дома 2 там короче парень устроил девушки свидание с роллами и она уже давно у него просит что хочу роллы хочу роллы хочу роллы наконец он строил свидание очень рассказывает про проблемовых отношениях там какие-то тонкости говорит и она просто даже его не слушает просто ест ест я сметает все на столе потом он такой говорит вообще меня слушаешь когда тогда слушаю он спрашивает что я последнее сказал не только извини просто роллы настолько вкусная я просто вспоминаю то есть такой же момент у меня с моим парнем как можно задавать вопросы в процессе того как человек кушает роллы ну никак тают почему я нажираюсь на ночь я могу объяснить я похудела теперь могу это набрать я похудела у меня нос большой кажется поэтому надо добрать эти килограммы которые сбросила мне всегда вес варьирует то я 51 то я 55 и стоит мне буквально 2-3 дня меньше есть я сразу вижу на весах минус полтора килограмма ну все я смываю макияж у меня камера стоит просто на сопельках надеюсь что она будет стоять вот так идеально надо еще пару штатилов купить с новыми ноготочками смываю макияж но все я смыла макияж сейчас нанесу увлажняющий крем и уже можно баиньки спать но я хотела что вам сказать помните вот этот парфюм который я всегда хайла и говорила что он не стойкий хотя аромат мне очень нравится но проблема в том что он очень легкий это аромат от тоус я его взяла в 50 мили а сейчас понимаю что надо брать больше я не чувствую аромат на себе я подумал что он не стойкий решила вообще им не пользоваться и наверное где-то полгода или даже в год его вообще не использовала и последнюю где-то неделю я постоянно его использую все вокруг меня спрашивают как приятно от тебя пахнет даже в тот день когда мы шли за паспортом мамы мы просидели в очереди получается три часа а использовала этот аромат я еще дома перед тем как выйти и пойти в паспорт стол так скажем да басан хэдмят у нас называется это так то есть я использовала его дома просидела в очереди дофига зашла к двоюродному брату и жена двоюродного брата как меня увидела какой аромат стоит я поняла что оказывается этот аромат он есть просто я его не чувствую и вот буквально вчера мы увидели с моим парнем я опять же использовала этот аромат и он такой мне говорит какой крутой аромат как классно пахнет но я его абсолютно не чувствую я потом в интернете прочитала что если аромат ты сама не чувствуешь значит он просто тебе идеально подходит наверное это тот вариант розовый аромат прям самое то посмотрите какое мимишество кстати сегодня хочу попробовать сделать мейк с этой вот палеткой от никс космик металлс когда я только купила я ее вам нахваливала но в процессе использования я поняла что она не очень то и крутая хотя сводчи хорошие вот я вам три оттенка засвочила в принципе на руке смотрится неплохо но если наносить пальчиком а когда я наношу обычной кисточкой пушистой вот например вот такой вот очень плохо передается оттенок надо купить обычные вот такие спонжи которые были раньше в комплекте с палеткой а еще я вам в инстаграме в истории вчера показывала всем настолько понравился эффект от этой помады это никс soft matte lip cream в оттенке абу даби а карандаш я даже не знаю в каком это оттенке в общем вот такой я подбирала по цвету очень нравится это сочетание смотрится просто бомба вот такой вот макияж у меня получился ну как вам губы очень много положительных отзывов я слышала от бьюти блогеров насчет вот этой вот помады как раз таки от них у них много оттенков и все они крутые губы не сушат совершенно и смотрится очень красиво бархатные губки помада стоит если я не ошибаюсь 18 монат 50 копеек а карандаш точно не помню в районе где-то 12 монат если я не ошибаюсь у нас в никс ты дурачок ты дурачок это живая нога ай больно мне недавно вам в распаковке посылки сайта шеин показывала вот такое вот платье новое которое я купила мне она очень нравится длинная романтичная но в области груди очень сильно видно грудь поэтому я купила вот такие вот булавочки сейчас отметила померила отметила немного карандашом и сейчас буду их пришивать посмотрим что у меня получится ну все готово я хотела еще одну булавочку или как правильно сказать короче очень кнопочку еще одну добавить сюда но мама горит достаточно такое вот платье как халат кто не видел видеораспаковки обязательно заходите там я даже ссылочку вам оставила на это платье теперь приходится снимать себя вот в таком лифте со сломанным зеркалом непонятно когда поменяют это все и непонятно зачем люди творят такую дичь ну да ладно в общем вот так я выгляжу это платье не очень нравится особенно но понравилось бабушке кстати бабушка уже приехала сейчас я иду на свою квартиру покажу вам там кое-что ну все я уже на месте на своей квартире уже пришла бабушка и я смело могу направляться сюда что я вам хотела показать стулья новые которые мы приобрели они черные железные очень легкие и удобные четыре штуки и еще дома у нас есть две табуретки которые тоже мы принесем сюда пока что со столом мы не определились но в любом случае пока что хоть стулья есть и вот еще что я вам хочу показать занавесочки на кухню уже так уютненько сразу стало появилась мебель там обои и особенно мне кажется именно после занавесок стало особенно уютно и как-то по-домашнему мне кажется очень классно сочетается как раз таки такой цвет обоев и белые занавески тюль проще говоря здесь у нас сначала просто вот такая вот ткань у нас это называется гунишлик это против солнца так скажем и обычная тюль если повесить просто тюль будет видно что происходит в комнате дабы избежать эти моменты решили повесить и то и другое вот такой вот белый у нас карниз организуем чай сейчас буду наливать чай вот в эти 100 которые мне подарили как хорошо здесь не мигает свет это офигенно в общем мы много чего здесь в квартире уже закончили завтра придет специалист по пластмассе или как правильно сказать вот эти все вот двери окна есть некоторые которые плохо регулируются еще надо заказать сетки это все он отмирит и сделает придет он завтра а так в общем и целом почти все мы закончили заказали кстати новый стол стол будет вот такого вот материала сделать тот же специалист который нам сделал вот эту вот кухню то есть ножки будут белые а столешница будет вот такая вот точь-в-точь из этого материала стулья заказала в другом месте там они стоили намного бюджетнее не дизайн этот понравился осталось только решить вопрос о спальне спание тоже выбрала вот эту вот мне кажется он смотрится очень красиво хочу изголовье сделать такого же цвета как у меня обои то есть зеленый возьму кусок обоев и мы поедем выбирать ткань ну что вы смело можете поздравить нас с новым холодильником выбрали в черном цвете хотя он стоил дороже чем серый смотрите какой классный холодильник я прям видно здесь и больше всего что я люблю делать это отклеивать вот эти вот штуки с холодильника ну в общем вот такой вот у нас холодильник холодильник снизу морозилка сверху хотя раньше у нас было наоборот мы старались брать поглубже холодильник побольше пошире это самый универсальный вариант у нас от samsung смотрите в этот момент что делает викс ты дурочок он еще не включен приклеиваем на него вот Субтитры сделал DimaTorzok